Юлия, здравствуйте, рада вас видеть. На самом деле, это знаете, такой случай, когда сначала зашла улыбка, потом непосредственно сама. Юлия, вопрос у нас такой, он такой двойной. Есть ли шанс, что Камчатка станет новой Исландией, а на Байкал будут ездить другие туристы, кроме китайских? Безусловно, такой шанс есть, и мы уже в процессе. Ну и мы с нетерпением хотим про это послушать. Отлично. Ну меня уже представили, меня зовут Юлия Репникова, я из компании «Большая страна». Я очень рада здесь оказаться, и, конечно же, буду рассказывать вам о внутреннем туризме, о том, как заработать, учитывая особенности рынка. Пару слов о нашей компании. Мы не только агрегатор туров, но и туроператор. Мы есть в Едином федеральном реестре туроператоров, и на своем сайте большаястрана.ком мы продаем более тысячи туров в 60 регионов страны. Также у нас есть сайт на английском и немецком языках bigcountry.travel. Мы принимаем иностранцев в России. Ну и такой факт, что мы за 4 года выросли с нуля до оборота 400 миллионов рублей в год. Сейчас начнем с общего обзора внутреннего туризма и перспективах и трендах развития рынка. Для начала давайте ответим на вопрос, есть ли вообще потенциал у внутреннего туризма. Для ответа на этот вопрос аналитическая компания Bernstein в мае 2020 года провела, ну, сделала такое моделирование. Они посчитали, сколько россияне тратят в год на зарубежные поездки. И в 2019 году эта сумма заставила более 20 миллиардов долларов. Теперь представим, что если эти деньги россияне будут тратить на путешествия внутри страны. То есть такую сумму Россия может выиграть. И в этом заключается потенциал внутреннего туризма. Обратите внимание на график, в этом рейтинге Россия на четвертом месте. То есть понятно, что первые китайцы, тут их сложно как-то обогнать и перегнать, но мы все равно в топе по потенциалу внутреннего туризма, и это очень радует. Кроме того, это точка роста ВВП, потому что если россияне начнут все вот эти деньги тратить на путешествия по стране, ВВП сразу вырастет на 1,2%. Я думаю, что наше государство понимает, что это точка роста, и нашему государству сейчас важно искать точки роста ВВП. Поэтому я уверена, что правительство, государство продолжат поддерживать внутренний туризм, чему я лично и, я думаю, многие мои коллеги рады. Как развивался рынок до пандемии? Вообще развитие рынка внутреннего туризма очень сложно оценивать, потому что многие россияне путешествуют самостоятельно, не прибегают к услугам туроператоров, агрегаторов и так далее, а путешествуют часто на личных автомобилях по стране. Авторы доклада из аналитического центра правительства Российской Федерации для оценки развития рынка используют количество коллективных средств размещения, то есть гостиниц, турбаз, отелей и так далее. И мы видим на слайде, что по всем показателям до 2020 года был стабильный рост, увеличивалось также количество бронирований средств размещения иностранными туристами. Ну, потом случилась пандемия, все резко снизилось, однако уже летом 2020 года внутренний туризм стал бурно расти. Стали появляться новые туристические направления, были запущены чартеры из столиц на Алтай, в Хакасию, были организованы перелеты на озеро Байкал до города Улан-Удэ в Бурятии и с последующим трансфером на озеро. Развивались туры на курорты Балтики в Калининградской области. Также очень положительное влияние оказала программа кэшбэка. Мы видим, что программа с каждым этапом набирала обороты, сейчас уже прошло 4 этапа, и, кстати, 4 этап был досрочно завершен, просто потому что деньги быстро закончились, настолько был большой спрос. То есть увеличивалось количество начисленного кэшбэка от этапа к этапу, количество участников и туристов, и туроператоров, и других участников рынка. Также была акция с кэшбэком за путевки в детские лагеря. Мы в большой стране участвовали в этой программе с самого первого этапа, и нам она тоже принесла много пользы, и мы действительно рады, что она состоялась. Ассоциация туроператоров России, сегодня, кстати, выступала Майя Ламидзе из Ассоциации туроператоров, я думаю, что вы слушали ее доклад, в марте 2021 года провела опрос, согласно которому практически четверть респондентов сказали, что если бы не программа кэшбэка, они вообще бы не поехали никуда. То есть мы понимаем, что благодаря этой программе рынок получил практически четверть новых клиентов. Это здорово. По итогам второго этапа программы, по оценке Interfax Tourism, до 150% выросли продажи у туроператоров-участников. А по словам Зарины Дагузовой, главы Ростуризма, третий этап программы позволил бронированиям вырасти в 3,5 раза, причем в период низкого сезона. Давайте теперь поговорим о прогнозах и тенденциях, что нас ждет завтра. Здесь я буду приводить данные из масштабного исследования Сбера. Аналитики Сбера проанализировали много-много-много показателей. Выберем самые интересные из них. Смотрите, то есть первый момент — это количество поездок за рубеж. Мы видим, что в первом квартале 2021 года уровень поездок за рубеж составил лишь треть от аналогичного показателя в первом квартале 2019 года. То есть тенденции к росту нет. Этому способствуют закрытые границы. Многие страны еще не готовы принимать туристов, например, Италия, Испания, Вьетнам. Ну и, понятно, россияне тоже боятся еще пока за рубеж выезжать. Были проанализированы расходы россиян на туры в майские праздники и сравнили май 2021 года и май 2019 года. Интересная тенденция. Вырос спрос на пакетные туры, то есть люди стали больше прибегать к организованному туризму, в то время как резко снизился спрос на авиабилеты отдельно и упал спрос на средства размещения. То есть мы делаем вывод, что раньше люди обычно отдельно бронировали билеты и средства размещения, а после пандемии выбирают организованные туры. Полагаю, что это просто более безопасно и более надежно. Интересно, что на сферу железнодорожных перевозок пандемия практически не оказала никакого влияния. Вот никакого там значительного падения не видно. Изменилась глубина продаж авиабилетов. На этом слайде вы видите, что в 2019 году большая часть билетов покупалась в период за 60 дней до поездки и менее. А в 2020-м большая часть билетов покупалась за неделю до поездки и менее. И в принципе эта тенденция сохраняется и в 2021 году. Есть данные по первому кварталу 2021 года. То есть люди планируют поездки буквально в последний момент. Заранее опасаются что-то предпринимать. Вот видим динамику зарубежных вылетов. Опять же видим, что тенденции к росту нет. Что еще? Пару слов про авиабилеты. Набирают популярность внутренние направления и популярные лоукостеры. Аналитики Сбера говорят, что поведение клиентов на розничном рынке изменилось. Интересные, на мой взгляд, выводы, что туристы бронируют максимум за три недели. И мы, кстати, в большой стране тоже наблюдаем эту тенденцию, что глубина продаж упала. Причем, например, есть регионы, такие как Камчатка, где обычно люди все равно бронируют заранее, но они пытаются как-то отсрочить внесение полной оплаты, потому что тоже опасаются на будущее сильно планировать. Есть такое наблюдение. Популярные поездки на короткие расстояния и в пределах своего региона растет интерес к индивидуальным средствам размещения, то есть это квартиры, частные дома и так далее. Что еще можно отметить? Конечно же, есть потребность в гибких условиях отмены. И, конечно же, все бронирование переходит в онлайн. Это достаточно очевидно. Что касается именно внутреннего туризма, о котором мы сегодня и говорим. Доля организованного внутреннего туризма после пандемии выросла на 21%. То есть это существенный прирост. Люди стали больше путешествовать по России через туроператоров и турфирмы. Появился повышенный спрос на премиальный сегмент и раннее бронирование премиального сегмента. Люди выбирают путешествия в регионы. Люди, предпочитая их столицам. И важный факт. В поездках по России заинтересованы более 41 миллиона человек. То есть это вот опять же тот потенциал внутреннего туризма, на котором мы с вами можем заработать. Что можно сказать о пакетных турах в принципе? То есть сюда входят пакетные туры и по России, и за рубеж. На данный момент растет доля туров с комфортным размещением. 4-5 звезд отели. Снизилась доля возрастных туристов, покупающих пакетные туры. При этом есть небольшой прирост семей с детьми, кто выбирает пакетные туры. И мне кажется интересным вывод, что вырос спрос на страховки от невыезда, причем значительно с 10% до 40%. То есть это говорит опять же о том, что у туристов в приоритете надежность, безопасность, они хотят максимально подстраховаться. Так, ну в общем-то здесь повторяются некоторые выводы, озвученные ранее. Обратим внимание еще раз на глубину продаж. Она обычно составляет примерно 3 недели на ближайшие даты, а по акциям раннего бронирования около 2 месяцев. Для раннего бронирования это на самом деле маленький срок. То есть по нашему опыту раннее бронирование обычно за полгода происходит в большой стране. А сейчас вот этот срок тоже уменьшился. По трендам тревел рынка, в общем-то, я уже пробежалась. Здесь хочу обратить внимание на эффект отложенного спроса. То есть туристы, которые не путешествовали в 2020 году, активно поехали отдыхать в 2021. И на мой взгляд эта тенденция сохранится и на следующий год. Уходят люди от массовости. Есть потребность безопасности. Вот, в общем-то, все, о чем я уже говорила. Теперь давайте поговорим про восстановление тревел рынка. Всем же хочется знать, когда же уже все станет хорошо. Мы восстановимся до тех параметров, которые были до пандемии. Так вот, по оценке Сбера, около 40% от туристов, путешествовавших в 2019 году, активно поехали отдыхать в 2021. То есть рынок еще не восстановился. Наиболее доходными и стабильными сегментами при этом стали массовый туризм. То есть это организованные групповые туры и премиальный сегмент. Первым должна восстановиться отрасль внутреннего туризма. И по оценке Сбера это произойдет к концу 2021 года благодаря тому, в кавычках, возможно, благодаря тому, что границы до сих пор закрыты, путешествия за пределами России дорогие, ну, а также действительно благодаря программе кэшбэка. Следующим должен восстановиться выездной туризм. Это произойдет, возможно, не ранее 2022 года, если будут открыты границы, если восстановится авиасообщение и будет успешно проведена вакцинация внутри нашей страны. Ну и последним восстановится въездной туризм, то есть прием иностранцев в России. И это произойдет, похоже, к 2023 году. Опять же, если откроют границы, будет проведена вакцинация за рубежом и будет упрощен визовый режим. Кстати, про визовый режим мы еще чуть подробнее проговорим позднее. Да, теперь обратимся к данным от РБК и Сбериндекса. Они проанализировали топ самых популярных туристических регионов России в 2020 году. Хочу отметить, что это именно данные за прошлый год. Мы в большой стране в нынешнем году увидели несколько иную ситуацию, но год еще не закончен, поэтому каких-то итоговых данных нет. Поговорим о том, что было вот год назад. Самыми популярными регионами летом оказались Карелия, Тверская и Астраханская области для внутренних поездок. Зимой это были Камчатка, Дагестан и Краснодарский край. И вообще в течение всего года туристы активно ездили во Владимирскую область, Калининградскую область, Карачаево-Черкесию, Ярославскую и Тульскую области. Мы в большой стране, кстати, тоже отметили прямо прирост спроса и бум вообще направлений и запросов в Дагестан и в Калининград. У нас прям расширился ассортимент туров и увеличилось количество бронирований именно в эти регионы. Теперь мы поговорили с вами о том, что представляет из себя рынок в целом. Давайте перейдем к более частным моментам и поговорим про особенности рынка и особенности клиентов. Что же это за люди, которые покупают туры по России? Вообще, несмотря на развитие внутреннего туризма, к сожалению, у многих людей все еще предвзятое отношение к отдыху в нашей стране. Ну и, конечно, да, оно подтверждается рядом проблем. Авторы аналитического доклада из правительства Российской Федерации, который я упоминала в самом начале, называют официально следующие проблемы для развития внутреннего туризма. Это низкое качество инфраструктуры, нехватка транспортного сообщения и нехватка региональных турпродуктов. Но хочу отметить, что в этом уже есть улучшения. Например, регионы начинают думать над какими-то уникальными активностями, предлагать какие-то там свои локальные фишки и, в общем, развивают свои региональные турбренды. Ну и, как я уже упоминала, транспортные сообщения развиваются, запускаются какие-то чартеры. То есть я думаю, что мы уже движемся в правильном направлении. Так, теперь поговорим, что же это за люди, которые покупают туры по России. Здесь я буду приводить данные, которые озвучил туроператор Алиан в одной из публикаций в СМИ. И коллеги из Алиан выделяют три сегмента туристов. Это семейные пары, которые часто путешествуют с детьми, и они по их оценке составляют до 65% от всего турпотока. Мы в большой стране тоже видим этот сегмент. У нас он составляет порядка третий. Возможно, потому что мы продаем все-таки более активные туры. У нас фокус на приключениях, вдали от цивилизации. А семьи с детьми имеют тенденцию отдыхать комфортно, как мы видим на слайде, выбирать отели 4-5 звезд. Что еще? Они предпочитают готовые туры, которые бронируют онлайн у туроператоров. Туры достаточно длительные на две недели. При выборе такие туристы ориентируются на рекомендации. И решение о поездке чаще принимают женщины, кстати говоря. Глубина бронирования достаточно большая, от двух до шести месяцев. Следующая категория очень интересная. Так называемая молодежь от 18 до 35 лет. У нас тоже присутствуют такие туристы. Они составляют до четверти от всей массы клиентов. Предпочитают бронировать онлайн, в мессенджерах. Ищут информацию в отзывиках, в агрегаторах, в социальных сетях. Ориентируются на лоу-кост, промокоды, скидки, горящие предложения. Бронируют достаточно в последний момент. То есть буквально за 7 дней до выезда. И чаще отдыхают парами или по одному. По нашим наблюдениям в большой стране, такие люди путешествуют по России, потому что им интересно увидеть инстаграмные локации, активно отдохнуть. Экстремальные какие-то там активности их привлекают. Это их стимул. И третий сегмент – это туристы категория 50 лет и старше. Они отдыхают часто парами, компаниями или даже по одному. Выбирают пакетные туры и предпочитают бронировать оффлайн в офисе туркомпании, приверженные одному и тому же бренду и даже одному и тому же менеджеру. При выборе тура им важна надежность, безопасность, качество услуг. Они предпочитают познавательные программы и бронируют тоже заранее, за 2 месяца до поездки и более. В большой стране мы заметили, что такие люди часто путешествуют по России из-за своего патриотизма. То есть они искренне любят нашу страну. Или у них есть какая-нибудь давняя мечта, что я там с детства хочу побывать на Байкале, увидеть самое прекрасное озеро планеты. Теперь давайте поговорим о типичных турах по России. На слайде будут представлены средняя цена и средняя продолжительность тура на сайте большой страны в этот регион. Обращу внимание, что цена представлена за одного человека, и она включает не только проживание и питание, как это, например, в Турции, а еще экскурсии и активности каждый день. Горный Алтай. Начнем с него. Не путайте с Алтайским краем. Это именно Республика Алтай. Сюда ездят в майские праздники. Это период цветения моральника. Мы видим красивую картинку посередине. Вот он. Также летом, в период золотой осени в сентябре и на Новый год. Здесь популярные экскурсии, сплавы, конные походы или прогулки. Камчатка. На Камчатке два сезона. Это летний с июля по начало сентября, когда можно подняться на вулканы, сходить на морскую прогулку, слетать на вертолете на Курильское озеро в долину гейзеров или отдохнуть на термальных источниках. И второй сезон. Это зима. Можно покататься на горных лыжах. Популярен фрирайд, хелиски. Это период примерно после Нового года и по апрель. Байкал. Байкал — уникальное озеро, и на нем уникальный зимний сезон. Казалось бы, зима — это Новый год и все, что следует дальше. Но нет. Если вы приедете в Новый год на Байкал, озеро практически не замерзнет. Оно полностью замерзает, покрывается вот этим удивительным байкальским льдом только с середины февраля по март. Вот этот сезон популярен для поездок. И также популярен, конечно же, летний сезон, когда можно сходить в поход либо выбрать экскурсионный тур. Карелия. В Карелии популярны туры выходного дня. Из-за того, что она достаточно близко расположена к Москве, Санкт-Петербургу. Популярны новогодние туры с катанием на собачьих упряжках, снегоходах, посещением карельского Деда Мороза. Это как раз к слову о семьях с детьми. Ну и, конечно же, летние туры — это экскурсии и сплавы. Адыгея. Сюда можно приехать практически круглый год, отдохнуть в инфермальных источниках, посетить природные достопримечательности, каньоны, горы, реки, водопады, пещеры, панорамные точки. Очень красивый регион. Дагестан. То, о чем я говорила, безумный спрос на Дагестан благодаря инстаграмным локациям, эпичным видам, этнокультурной составляющей, заброшенные аулы, базары ремесленников и прочее. Период с мая по октябрь. Движемся дальше по России. Россия огромная. И появляемся на Кольском полуострове, на берегу Варенцева моря, в Териберке. Видим вот на крайней правой фотографии. Это место стало популярно благодаря фильму «Левиафан». Сюда едут за атмосферой романтической безнадежности, за природой Крайнего Севера, конечно же, и посмотреть северное сияние. Это уникальное явление. Период туров, именно если мы говорим о зимних турах, с конца октября по апрель. То есть тут очень долгая зима. Ну и летом тоже можно приехать, посмотреть тундру в этот период. Теперь поговорим о календаре продаж. Когда, в какой месяц, какой регион предлагать. Мы в большой стране, опираясь на свой опыт работы, вот составили такой план. Возможно, коллеги его как-то дополнят. Ну, в общем, в чем наша мысль? В январе популярны зимние туры, в том числе на 23 февраля, 8 марта. Экскурсионные, горнолыжные. Популярные туры на лед Байкала, как я уже сказала, период поездки с февраля по март. Популярные туры фрирайд и хелески на Камчатке, отдых в Карелии, Кольском полуострове. Также в январе имеет смысл предлагать туры на лето в дальневосточные регионы. Камчатка, Сахалин, Курилы, Шантарские острова, круизы по этим регионам. Потому что в это время обычно появляются в продаже доступные билеты от аэрофлота. И люди реально, покупая билеты, бронируют туры вот прям за полгода до поездки. В феврале появляется спрос на весенние туры. Весна раньше всего приходит в южные регионы, Адыгею и Крым. Появляется тур на лето в отдаленные регионы, Байкал, Сибирь, плато Путорана и так далее. С марта по апрель, когда наступает весна, люди задумываются о том, чем же я буду заниматься в майские праздники. И начинают активно интересоваться майским отдыхом. Это Алтай, Карелия, Урал, Калининград, Крым. В том числе популярны майские сплавы. Что касается Алтая, как я уже сказала, это период цветения моральника. Его называют алтайской сакурой. И люди реально едут только, чтобы посмотреть вот это явление. Это очень красиво. С мая по июль можно смело продавать туры на лето во все регионы. Там спрос большой и выбор тоже велик. Когда наступает август, появляется спрос на осенний отдых, а также стартуют продажи туров на зимний Байкал уже и на северное сияние, которое, как я говорила, начинается с конца октября в арктических регионах. В сентябре хорошо продаются туры выходного дня на 4 ноября и стартуют продажи на Новый год. В октябре мы активно продаем туры на Новый год. Люди планируют этот отдых, а с ноября по декабрь интересуются круизами на Северный полюс, в Антарктиду, на Дальний Восток, то есть тоже такими масштабными экспедиционными поездками, которые лучше заранее спланировать. Теперь переходим к въездному туризму и поговорим о том, как заработать на иностранных туристах в России. Каждые два года Всемирный экономический форум публикует рейтинг туристической конкурентоспособности, и в этом рейтинге Россия стабильно поднимается все выше и выше и выше, и в 2019 году заняла 39 место. Это приятно, то есть наша конкурентоспособность растет, и основные факторы — это конкурентная цена. Ну, действительно, вот, например, хаски-тур в Финляндии будет стоить в 2,5 раза дороже, чем аналогичный продукт в Карелии, такого же качества. То есть здесь это прям наше преимущество. И что самое важное, наша слаборазвитая инфраструктура, которая, с одной стороны, проблемы и боль, она здесь становится преимуществом. То есть жители Европы приезжают и отрываются от цивилизации, не видят толп туристов, получают уникальный опыт отдыха в дикой природе. То есть нетронутая природа — это самое главное наше преимущество во въездном туризме. Что предлагать иностранным туристам? Ну, визитные карточки — это озеро Байкал, Камчатка, Транссибирская магистраль, Золотое кольцо и, конечно же, Москва и Санкт-Петербург. Теперь поговорим об электронных визах. Электронные визы вступили в силу с 1 января этого года, но, к сожалению, сейчас они пока на паузе, потому что есть ограничения по коронавирусу. То есть пока что их не выдают. Тем не менее, когда их будут выдавать, это очень упростит приезд иностранцев в Россию, потому что электронную визу можно оформить онлайн, не требуются никакие подтверждения брони, приглашения туроператора, консульский сбор составляет порядка 40 долларов, а для детей до 6 лет вообще бесплатно. Виза действует до 16 дней на всей территории России. И вот обратите внимание на слайд. Светло-зеленым цветом выделены страны, для которых будет действовать эта виза. То есть мы видим, что огромный поток туристов из Европы и Китая могут приехать к нам без лишней бюрократии. Это здорово. Ждем победы над коронавирусом и больших потоков туристов. Ну и в конце хотелось бы сказать, путешествуйте по большой стране. Она действительно огромная. Вы всегда откройте для себя что-то новое. Спасибо за внимание. Спасибо за выступление, Юль. Спасибо, Юлия. Спасибо. Да. Ну, Юль, к сожалению, у нас уже не осталось времени задать вопросы здесь, в прямом эфире, но вопросы были, да, и спасибо всем, кто задавал. Юлия обязательно на них ответит в формате онлайн. Окей, хорошо. Спасибо большое. Еще раз давайте поблагодарим Юлию и под неслышимые, но виртуальные аплодисменты проводим ее из студии. Спасибо. До свидания.